В преддверии Дня молодого избирателя, который в этом году выпадает на 21 февраля, а также в рамках Ямальского года молодежных инициатив, сегодня в филиале Ямальского многопрофильного колледжа прошла информационная акция «Завтра выборы». Максим Швец расскажет подробности. Кандидаты на пост президента. Только не страны, а филиалы Ямальского многопрофильного колледжа. Участковая избирательная комиссия, наблюдатели от избирательных объединений, а также сами избиратели. В общем, все как в реальной жизни. Главная цель представителей централизованной библиотечной системы, а именно они сегодня выступают в роли организаторов мероприятия, объяснить и наглядно показать, как проходит процедура выборов. Действительно, будущее нашего города, нашей страны, нашего округа зависит от подрастающего поколения. И поэтому мы стремимся всегда к тому, чтобы встречаться с молодежью, убеждать ее в активной жизненной позиции. Как и полагается, прежде чем сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата, избиратели выслушали планы баллотирующихся на пост президента. Для начала мы должны понять, что нельзя делиться на своих и чужих. Мы все студенты одного колледжа, а это значит, что мы обязаны беречь наш общий долг. После того, как выступили все три кандидата, каждому из избирателей предстояло сделать свой выбор. Далее – подсчет голосов и подведение итогов. Большинство голосов набрало Корнилов Владимир Юрьевич. 8 человек проголосовало. За чиновнице Любовь Владимировна проголосовала 5 человек. И за принтушину Александровну проголосовало 2 человека. По мнению председателя территориальной избирательной комиссии, Татьяна Цитович, такие мероприятия актуальны. Ведь 18 сентября лабутнанцам предстоит принять участие в выборах депутатов в Госдуму России, Тюменскую областную думу и до выборах депутатов Лабутнанской городской думы. Выборы не заканчиваются и не ограничиваются одним днем тем, что пришел, получил бюллетень и бросил его в углу. Есть замечательная фраза, замечательное выражение, ставшее крылатым. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Многие из присутствующих еще не достигли возраста избирателя. Но есть и те, кто в этом году отметит 18-летие и в сентябре примет участие в выборах. Буду принимать участие, буду голосовать. Я не знаю пока за кого голосовать, конечно, буду, но буду. Еще ни разу не голосовала, мне очень интересно это все. Опыт, приобретенный в ходе сегодняшнего тематического урока, несомненно, пригодится ребятам. В недалеком будущем он позволит им правильно сориентироваться в ходе реального избирательного процесса. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Времестное».